Огонь окружает регион. Сообщения о горящей сухой траве поступают практически ежедневно. В региональном МЧС говорят, что сигналов уже около двух сотен. Выжжена территория в 250 гектаров. Пока что. Однако региональные пожарные говорят, что поводов для беспокойства минимум. Горит втрое меньше, чем в прошлом году. Да и масштабы скромнее. Пламя до жилого сектора еще не добралось. Для сравнения, 13 апреля 2022 года из-за пала сухой травы между селом Игнатьево и деревней «Сумерки» в Кадамском районе выгорело около трех с половиной гектаров сухорастительности. Ровно год назад в деревне Марьино, Шацкого района, Рязанской области в результате пожара огонь уничтожил 15 построек. Первые, конечно, выезжают пожарные подразделения. Значит, там, где нет подразделений пожарной охраны, соответственно, добровольные пожарные в сельских населенных пунктах. То есть ближайшее пожарное подразделение выезжает и реагирует на это. Соответственно, принимает все меры по отрушению, ликвидации пожара, недопущению распространения на населенный пункт. В этом году стали активнее и добровольцы. Впрочем, ситуация на контроле. В Центре управления кризисными ситуациями ее мониторят ежечасно. Параллельно пожарные подразделения проводят профилактическую работу как в областном центре, так и в других населенных пунктах. Свои плоды, конечно, профилактика приносит, но нарушители все равно есть. Человеческий фактор по-прежнему главная причина лесных пожаров. Штрафы внушительные. Житель региона за бесконтрольное сжигание стерни отдаст из кармана 2-3 тысячи рублей. Должностное лицо от 6 до 15. А вот юрлицам придется раскошелиться по полной – до 200 тысяч. Когда объявят особый противопожарный режим, то штрафы вырастут вдвое. Сотрудники МЧС просят рязанцев воздержаться от бесконтрольного разжигания огня и напоминают, что если вы сами стали свидетелем пожара, то следует позвонить по номеру 101 или 112, чтобы не допустить распространения огня. Продолжение следует...